Иов Здравствуйте, братья и сестры! Мы продолжаем разговор о книге Иова. И сегодня я хотел бы сказать о том, что Иов, страдая, пророчествует. Иов, страдания, страшновато об этом говорить, но они являются такими творческими состояниями жизни человеческой, когда человек перерастает сам себя. И он показывает то, на что был не способен в дни благоденствия, и является тем, кем он сам не думал, что он может быть. Вот так страдающий Иов пророчествует о Христе посреди своих болей. Не только лично своим примером, будучи невиновным мучеником, заложником высшей Божьей воли, которая ему непонятна и сокрыта от него, он и словесно выражает, высказывает очень важные вещи, которые являются прямым пророчеством о Господе Иисусе Христе. Вот, например, уже возьмем текст сегодня, в девятой главе этой книги Иов говорит, «Хотя бы я омылся снежной водой, совершенно очистился, очистил руки мои, ты тогда погрузишь меня в грязь и возгнушаются мной одежды мои». Повторяю, что он обижается на Господа, он страшно скорбит, он считает, что я невиновен, но даже если я невиновен, ты все равно винишь меня, я не смогу оправдаться, потому что ты Бог, а я человек. Иов хочет судиться с Богом, говорит, «Я хочу суда, только не пугай меня, потому что ты велик и страшен, а я хочу судиться с тобой, тогда отвечай мне». И это уже оправдание для меня, говорит Иов, потому что лицемер не пошел бы на суд с тобой, но я прав, я знаю, что я прав, поэтому я пойду с тобой судиться, только не устрашай меня, сделайся таким, чтобы я тебя не боялся. Таким, каким не бояться можно Бога, стал Господь Иисус Христос. Будучи Богом, Он умалился до человека и пошел к нам для того, чтобы мы разговаривали с Ним. И кроме этого, здесь есть прямое, как бы, такое указание. Он не человек, как я, чтобы я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Такие краткие слова, важные между тем очень. То есть нет у нас посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Как бы, исполняя этот вопль праведника древнего, Христос пришел в мир для того, чтобы апостол Павел в послании к Тимофеям, то у него есть такое интересное место, говорит, что един Бог и един посредник, един ходатай Бога и человека, человек Иисус Христос, который отдал себя в жертву за нас. Христос есть посредник между Богом и человеком. Он Бог, и поэтому может ходатай стать перед Отцом, как равный перед равным. И Он человек, поэтому Он знает наши нужды и смотрит на нас, как брат на брат. Иов в этом месте пророчествует. И в тех местах, которые я ранее сказал, где Он говорит, что ну не человек Господь, чтобы мне судиться с Ним, и устрашает меня Он, поэтому я не могу судиться с Ним, а если бы, а я бы хотел, вот я хочу судиться с Тобой, я хочу с Тобой суда, собственно, говорит Иов, невиновен я. И вот Христос, по мысли многих богословов, восточных богословов, стал человеком именно для того, чтобы разговаривать с нами, и чтобы мы не боялись Его, чтобы человек и Бог могли говорить друг с другом без ужаса со стороны человека. То есть Иову именно этого хочется, и он этого не дождался, потому что жил задолго до Рождества Христова. Потом Господь явился ему, и мы потом услышим, что из этого было. Это был ужас и трепет, Иов закрыл уста свои, говорит, я не хочу больше ничего говорить. А вот мы, к счастью, живем в то блаженное время, когда мы уже получили этот доступ. То есть во Христе Иисусе Бог умалился до нас, и теперь уже можно с Ним беседовать. Можно беседовать с Ним и судиться с Ним. И люди, видите ли, плохо воспользовались этой возможностью. Они, судясь со Христом, осудили Христа. Они нашли в Нем нечто достойное вины, хотя не получалось найти никакого внятного обличения, и обвинили Его, сказали, что Он достоин смерти только за то, что Он есть Сын Божий, истинный и живой, и не отрекся от этого. То есть за правду осудили Христа. Так что так странно повернулась эта история потом в новейшие времена. Иов хотел судиться с Богом, чтобы оправдаться, чтобы доказать Ему невиновность свою. Бог пришел в мир, чтобы люди могли судиться с Ним. Но люди не захотели слушать Его и осудили Его за то, что Он Бог, ставший человеком. То есть и здесь драма, и там драма. И тут тяжело, и там тяжело. Книга Иова, может быть, одна из немногих, которая вообще, значит, показывает жизнь во всей ее такой обнаженной драматичности, когда маски сорваны и макияж смыт. И если мы говорим «работайте, Господи, со страхом» и «радуйтесь Ему с трепетом», повторяем вслед за царем Давидом псаломские слова, это второй псалом, то «работать, Господи, со страхом» помогают нам именно вот строки таких книг, подобных ей. Есть, впрочем, здесь у Иова еще пророчество. О Господе он говорит, что я знаю, что Искупитель мой жив, что Он восставит распадающуюся кожу мою, что мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Эти слова являются прямым пророчеством о Господе Иисусе Христе, который является нашим общим Искупителем, который восставит в последний день распадающуюся кожу нашу, который, как говорит Иезекииль, через него говорит Господь, «Я выведу вас из гробов ваших». Итак, Иов в своем невинном страдании доходит до пророчества о Господе Иисусе Христе. Его друзья ничего подобного не говорят. Для них Бог велик, справедлив, в Нем нет неправды, неправда есть в людях. Они такие адвокаты Господа, своего рода такие, но они нигде не достигают того, чтобы пророчествовать. Они говорят прописные вещи. Кстати говоря, будьте осторожны, братья и сестры, чтобы так же и мы с вами, вот некой такой догматической правотой, не били людей, как дубины по голове, чтобы мы не превращали эти мази, целебные евангельские мази, которые нужны для исцеления человека, чтобы мы не превращали их в дубину для того, чтобы обличать и наказывать. Потому что три друга, Сафар, Елефаз, значит, другие, они именно чем плохи? Они теоретически хороши, и речи их сладко звучат. Но они не лечат болезни человеческие, а добавляют ему беды. То есть веру превращают в умножение страданий. Хотя интересно, что и их также цитируют некоторые священные писатели. Например, главный из этих трёх друзей Елефаз говорит о том, что Господь Бог улавливает премудрых их мудростью. То есть премудрых – это безумие перед Богом, и Господь Бог улавливает мудрецов их же собственной мудростью. Эти слова цитирует апостол Павел. Некоторые, многие, кстати, слова из этой книги вошли в поговорки, в идиомы, такие в устойчивые обороты речи, такие назидательные. Так скажем, Иов однажды говорит там, плохие вы друзья, плохие вы врачи, только у вас, наверное, мудрость, только вы люди, а я не человек. Говорит, если бы вы молчали, то сошли бы за умных. Мы так сейчас, кстати, и говорим. То есть молчи, сойдёшь за умного. И пока они молчали, они были более человеколюбивы, начавшие говорить, как бы, значит, они спали с них, постепенно спали маски человеколюбия, и они превратились в таких ригористов и добавочных обличителей. Ну, а сегодня мы говорили о том, что Иов в страданиях своих о Христе пророчествует. По крайней мере, дважды или трижды его речь в своём высшем накале, на самых высоких нотах, достигает того, что он пророчествует о воскресении мёртвых и о искупителе, который жив, и который восставит распадающуюся плоть мою и кожу мою. Напомню вам то, что это высоко, тем более, что Иов живёт не среди еврейского народа, до Авраама, тем более до Моисея, и он один из тех, о которых Златоуст говорит, что не читавшие книг, не знающие священных преданий, это люди в чистой совести, в открытой книге, читали повеления Божии и общались с ним, имея простую и чистую душу. Более ничего. Ни обрядов, ни храма, ни священства, ни закона, ни завета, ничего нет, только есть некая глубокая душа, чуткое сердце, сильный разум и желание служить Творцу мира. Так вот такие были древние праведники, один из которых сей страдающий великий муж. Сегодня пока всё, в следующий раз поговорим ещё об одной грани этой книги. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»